Дмитрий Губерниев подарил Ольге Бузовой конфеты с коньяком и извинился за скандал в эфире Матч ТВ. После этого даже появилась информация, что Ольга Бузова и Дмитрий Губерниев станутся ведущими некой новой программы. Напомню, этим летом произошел конфликт. Бузову пригласили в эфир Матч ТВ, чтобы она поддержала сборную России по футболу во время матча с Бельгией. А когда по видеосвязи к эфиру подключился Дмитрий Губерниев, то Ольга сначала заявила, что Дмитрий является ее давным поклонником и будет сейчас пред ней извиняться. Дмитрий поинтересовался у Ольги, какая школа футбола ей ближе, но не получив ответ, решил процитировать сказку Астрид Лингрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше», спросив у Бузовой, перестала ли она пить коньяк по утрам. После этого Ольга расплакалась, назвала Губерниево дном и пообещала больше никогда не приходить на Матч ТВ. Но вот все-таки пришла. Летом еще было мнение, что вот тем скандалом пытались отвлечь внимание от плохой игры сборной России. Осталось понять, от чего будут отвлекать внимание новой совместной программы Бузовы и Губерниева. А еще мы узнали, что многие проблемы в этой жизни решаются конфетами с коньяком. Привет, подруги и друзья, как у вас дела? Решил пока не вводить никакое слово, чтобы как-то определять наше небольшое сообщество. А в следующем видео мы с вами разберем одного ютуб-врача, также расскажу вам пару историй из учебы в медицинском. Знаю, что такие видео набирают меньше просмотров, чем ролики про наших любимых блогеров, но пусть тоже будут. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, тут как минимум уютно. Гусейн Гасанов устроил встречу с фанатами в столице Азербайджана. Много людей пришло посмотреть, кто же такой этот Гусейн Гасанов. Но сама фан-встреча в итоге почему-то переросла в давку. Что же могло пойти не так? Из-за странной организации мероприятия толпа ринулась на сцену Гусейну, снося баннеры и других людей на своем пути. Нескольким подросткам стало плохо, кто-то упал на пол. В итоге одни люди по пути к Гусейну пытались перешагнуть упавших, другие же отталкивали проходящих, чтобы им помочь. Напомню, что еще до пандемии Гусейн уже проводил фан-встречу в Баку, на которой присутствовал довольно долго и раздавал айфоны. Но в этот раз Гусейн пробыл на мероприятии минут пять и никаких айфонов не раздавал. Все-таки кризис затронул и блогеров. Недаром же Гусейн за подписку на свой телеграм-канал разыгрывал старый макбук. Ему точно не до новых айфонов. И толпа, видимо, не поняла, зачем пришла на эту фан-встречу и стала разносить сцену. А как вы думаете, зачем Гусейн Гасанов проводит свои фан-встречи? И кто это вообще такой? Пишите в комментариях. Лиза Васина хочет забеременеть в этом году. И по астрологическим прогнозам, в 22-м году у нее есть всего два периода, в которые она может забеременеть. Сейчас как раз один из них, но он неблагоприятный. Потому что с зачатым в это время ребенком может быть что-то не так. Но у Лизы случилась задержка именно в этот неблагоприятный период. Правда, Васина сделала тест, который оказался отрицательным. Будем надеяться, что Лиза забеременеет в свой положительный астрологический период. А вы в какие периоды беременеете? Пишите в комментариях. А я хочу сказать спасибо Лене Равен, Саше Де, Елене, Аленке, Тойва и Андрей, Ася Кося, Травушка, Бобрик 007 и Персик за донаты и помощь с развитием канала. И так как на это видео рекламодатели у меня уже закончились, то ссылку на возможность отправить донат я оставлю в описании. Акуна Матата на производстве своей косметики ела компоненты для будущего муса. Потом, правда, объяснила, что это был эксперимент, ведь Акуна все средства тестирует на себе, а данный компонент проверку не прошел и на производство не отправился. Видимо, был невкусный. Но так как подобные объяснения убедили не всех, то срочно пришлось закупать опровержения в телеграм-каналах. И так мы узнали, что на производстве Мататы соблюдаются все требования санпина и даже стерильность. А на днях у Мататы стартовала акция, в которой можно выиграть тысячу призов за покупку косметики Ля Мусс на сумму от 2500 рублей. А причина столь щедрого розыгрыша заключается в том, что Мусс Ля Мусс уходит с российского рынка, правда, всего на 5 месяцев. И чтобы убедить нас, что в розыгрыше будет все по-честному, Матата показала свою подругу, которая купила Ля Муссс и уже выиграла телевизор. Видите, как легко выиграть в конкурсе, когда ты подруга Мататы. А телевизоров в этом розыгрыше было всего 5, и вот один из них уже ушел кому надо. Главный приз также выиграла знакомая Акуны, поэтому Матата добавила еще одну путевку и продлила акцию. И теперь прямо не терпится узнать, что в этой акции выиграет муж Мататы и остальные ее друзья. А участвуйте ли вы в этом розыгрыше Акуна Мататы? И что выигрываете? Пишите в комментариях. Александра Белякова, которая продает денежные медитации, вдруг поняла, что она еще и певица. Даже на чиле я ловлю инсайт. Открой глаза, это матрица. Поет Александра под вымышленным именем Саша Белэйр. Видимо, свое настоящее имя она решила такими песнями не портить. И так как в здравом уме такое никто слушать не будет, Александра закупила рекламу своего трека в телеграм-каналах. И даже зачем-то прифотошопила себя к Джигану. Своим подписчикам Белякова дала задание прослушать ее трек на стримингах 20 тысяч раз за один час, чтобы она могла попасть, цитата, в топ без продюсеров, лейблов и больших дядь. Также нужно было в iTunes за полдоллара срочно купить эту песню. А так как у Беляковой все подписчики миллионеры, думаю, они без проблем нашли полдоллара и, можно сказать, на своих руках внесли Александру в топ. Правда, что-то пошло не так и ни в какие топы Белякова не попало. А зато рассказала очередной инсайт. Так мы узнали, что Александра наконец поняла, для чего ей нужно зарабатывать деньги. Это все оказалось не ради Бентли и яхт, а ради музыки. И вот уже Беляй лишь на прошедшем Грэмми копирует лук Александры Беляковой. А значит, мировой успех нашей Саши не за горами. А слушаете ли вы треки Саши Белайр? И какая песня у вас любимая? Пишите в комментариях. Пришло время исправлять то, что я наговорил в прошлом выпуске. Во-первых, у Ксении Бородиной и Курбана Амарова нет общего сына. У них только одна общая дочь, а сын Амар Амаров у Курбана от первого брака. А я честно смотрел на фотографии Амара и видел там черты и Ксении Бородиной, и Курбана. И не проверил, так как попал под действие своих же заблуждений. А про любятинку добавили, что они с парнем купили дом, в котором сейчас предстоит делать ремонт. И именно поэтому отдавать 300 тысяч рублей за апартаменты в Москва-сити им не хочется. Спасибо, что поправляете меня, пишите дополнения и уточнения. Надин Серовский придумала новую идею для курса. Теперь такое баловство, как распаковка личности блогера, вынесено в отдельную профессию, по которой нам очень нужен курс от Нади. А это значит, что деньги у ее подписчиков пока еще не закончились. Вообще, услышав слово распаковка, можно подумать, что это будет курс о том, как красиво снимать распаковку посылок с Алиэкспресс и Озон. Но тут будет немного другое. Надежда уверяет, что распаковщик личности это легкая денежная профессия, которая, к тому же, очень востребована. По словам Нади, распаковщик получает 50-100 тысяч рублей в месяц. При этом уже сейчас легко проверить, что блогерские чаты забиты объявлениями тех, кто готов сделать распаковку либо бесплатно за отзыв, либо за 3-5 тысяч рублей. И чтобы заработать за месяц 100 тысяч, нужно будет сделать 33 распаковки. А вообще, под распаковкой личности у блогеров понимают один из аспектов анализа аккаунта. Есть анализ шапки профиля, есть распаковка личности. Странно, что уже и это вынесли в отдельную профессию. Ведь распаковка по-блогерски это заполнение таблички, в которой у вас спрашивают, что вы можете или хотите транслировать в блоге. Я нашел такую табличку в интернете. И вы можете ее скачать из моего Телеграма или ВКонтакте и кого-то распаковать. Ссылки будут в описании ролика. Вот только если такая распаковка разрушит чью-то жизнь, то тут я уже не виноват. Ведь распаковка личности есть и в психологии. Но психотерапевт очень осторожно исследует психологию личности пациента. И это довольно сложная работа, требующая большой психологической практики. А что касается наших любимых блогеров, которые принесли распаковку в Нильзаграм, то все сузилось до одной анкеты, которая как-то должна вам помочь вести профиль. Инадин Серовский решила продать священную таблицу для распаковки под видом целого курса. А из веселого, более года назад в курсе Серовский «Делай деньги сейчас или никогда» была упаковка профиля. Сейчас же Надин нашла распаковку, а ведь они через год и до запаковки дойдут. А хотели бы вы, чтобы вас распаковал ученик Надин Серовский? Пишите в комментариях. А это три комментария из прошлого видео. Передача «Мистические блинчики». Куда исчезают ваши деньги и почему желания сбываются только у Лены? Не бирюзовый лаваш, а лаваш в цвете литик. Будьте компетентны. «Вася красит» — это хорошее название для школы маляров-штукатуров. Обязательно пишите комментарии, это помогает развитию канала, а некоторые попадут в следующий веселый выпуск. Эндрю и Элис продолжают пытаться выжить на Бали. На этот раз Андрей приболел после массажа свечами. Эндрю считает, что у массажистки была плохая энергия, поэтому ему и стало плохо. В итоге Андрей просто лежал и слушал мантры, исцеляясь песнями. А Алиса, которая тоже была на массаже свечами, чувствует себя хорошо. И даже сразу поняла, почему Эндрю заболел. Поняла, но нам причину так и не рассказала. Правда, уверен, что тут нужно подозревать какой-то кармический урок, который в данный момент проходит Андрей. Также Эндрю сознался, что не лечится таблетками, потому что они синтетика, которая остается в организме. И для выздоровления Андрей использует эфирные масла. То есть вот почки, печень и другие органы, которые у человека участвуют в метаболизме, Это для Эндрю шутка какая-то. Но если Андрей все-таки расскажет или покажет, в каком месте в организме накапливаются все выпитые таблетки, то так и быть, я перестану балагурить над попытками этих инфлюенсеров выжить на Бали. И мне страшно представить, когда эти инфлюенсеры откроют для себя масло камня или струю бобра. Тоже ведь суперлекарство. А где у вас откладываются все выпитые таблетки? Пишите в комментариях. Ника Вайпер запустила курс ВК для чайников. Ника и сама не верит, что пришла к такому крутому продукту. Ведь курс по ВК она делает вместе с маркетологом Мишей и не ради денег. Началось все с того, что Ника сама пыталась разобраться в рекламном кабинете ВК. И поняла, что миру срочно нужен хороший и мощный курс по ВК. Правда, есть одна проблема. ВК выпустил свои официальные бесплатные курсы, в которых можно научиться запускать рекламу, а также определять свою целевую аудиторию и сегментировать ее. При этом сейчас в режиме реального времени ВК очень сильно перерабатывает свою рекламную платформу. Например, буквально на днях запретили использовать капслок и эмоджи в рекламных сообщениях. Это произошло совсем недавно, поэтому пока даже в уроках самого ВК все еще учат делать рекламу с эмоджи. То есть платформа меняется настолько быстро, что и ее официальное обучение не успевает за всеми изменениями. Но, конечно, маркетолог Миша и Ника Вайпер в своем курсе нам все это расскажут. А планируете ли вы покупать курсы по ВК, пишите в комментариях. Подписывайтесь на канал, посмотрите также вот эти видео. Всем пока!